Свои безнравственные и уголовно наказуемые поступки мужчина совершал днём. В основном, когда детишки вместе с воспитателями находились на прогулке. По какому принципу воришка выбирал дошкольные учреждения для краж, непонятно. Но первой его жертвой стал 11-й детский сад. Преступника не напугало и это объявление. Сначала он легко и просто проник в дошкольные учреждения, потом дошёл до группы и вытащил из кошелька двух воспитателей 2,5 тысячи рублей. После чего спокойно ушёл. Но на этом не успокоился и на второй день вновь пошёл воровать. Это кадры видеонаблюдения 75-го садика. На них видно, как он заходит в учреждение, снимает обувь и под видом родителя подходят к вахтёру. Охранник его пропускает, а тот прямиком идёт в кабинет заведующей, где вытаскивают из её сумки 6,5 тысяч рублей. Но преступника задержали. Им оказался 43-летний, ранее четырежды судимый челненец. На момент задержания нижекамскими полицейскими мужчина находился под следствием в отношении его в городе Навежное Челны было возбуждено уголовное дело по статье кража. По двум фактам – краж из детских садов этого города. В Нижнекамском УВД в отношении воришки тоже возбудили уголовное дело по статье кража. А что касается безопасности в садах, вот как прокомментировала данную ситуацию начальник дошкольного образования. Вахта организована в каждом детском саду. Они обязаны не только спрашивать, кто вы и куда, они обязаны проходить этого человека до пункта, ну, то есть не до пункта назначения, вот до, куда он хочет, если незнакомый человек. Передать его из рук руки. А тот человек, пообщавшись с ним, должен его запроводить опять до вахты. Это непритуманная схема, как бы. И в это время вахта должна закрываться дверь. И она должна звонить доведущей, что мне на вахту там, мне должно быть отработано. Второй человек спускается. Это не было отработано в саду. Меродисциплинарное взыскание кабинет заведующего применены. Безответственным вахтёрам, которые впустили лжеродители преступников дошкольного учреждения, вынесли выговор и лишили премии. Но где гарантия, что кто-то ещё из посторонних спокойно не проникнет к детям? Айгулей Блонская, Рафаэль Ракипов. Новости НТР.